недавно мне один из моих учеников задал такой вопрос как ты думаешь что должно быть что должен иметь пурпурный пояс и как я ему ответил я во первых смотрю какой он пурпурный пояс то есть в каком плане первую очередь или компетитору идут это разные вещи или мастер один но тоже компетит игру и должны знать освоено должно быть то есть от начала до конца минимум две техники три сверху и две-три техники снизу это имеется ввиду гарды разные там хав закрытый открытый тогда а все остальное вы должны конечно же обязательно работать потому что пурпурный пояс это как раз переходящий поле к профессионалам то есть до пурпуров все равно там как бы это все равно такая пока игра скажем так так как детские то есть синий пояс она такой начинающий все равно там как нет не просто так говоря что большинство людей в бразильском бюджицу заканчивают свои занятия на синим пояс вот с пурпурного и выше уже надо более профессионально к этому отнестись потому что мне кажется как бы я я как своим ученикам всегда говорили вот выбер получите коричневый пояс да все равно за каждый пояс каждый человек отвечает сам ты сам понятно что там всегда спрашивают кто тебе дал от кого получил какой команде состоит но все равно я всегда считаю что вот это черный пояс я за него мне хоть он дал the она я за него я отвечаю это мой черный пояс я его заполучил я за него буду везде где я буду бороться за него отвечать также каждый человек кто получает пояс поэтому я думаю что многим стыдно будет приехал куда-нибудь за границу у тебя есть кимоно с собой обязательно приехал зал ты там коричневый черный пояс ты зашел зал а те как будто твои ровесники там синий пурпурный пояса там раскатали но мне было бы как-то не по себе потому что все таки ну уровень черного пояса она должно соответствовать уровень черного пояса коричневый коричневый пояса